Всем привет! Сегодня вам покажу бас от Harley Benton MM85A, аналог Music Man Stingray с двумя хамбакерами, активным преампом, эквалайзером на борту. То есть эти три ручки это активный эквалайзер, пятипозиционный переключатель звукоснимателей, весьма специфичный и сложный в понимании. И сразу скажу, я не басист, я в основном гитарист. Покажу бас, как я его буду использовать. Виртуозной игры не ожидайте от меня. Так, поехали. Сначала чистый звук и нековый хамбакер. КОНЕЦ Бриджевый хамбакер КОНЕЦ И пятая струна. Прям громыхает. Бас такой, что просто колышет мозги. Дальше. Среднее положение пятипозиционника. Хреново из меня слэпер. Вторая позиция пятипозиционника. КОНЕЦ Четвертое положение. Это одна катушка бриджевого датчика. То есть, по сути, режим сингла. КОНЕЦ Так, теперь посмотрим, что у нас с эквалайзером. Сейчас у меня все стоит в среднем положении. Кстати говоря, среднее положение здесь фиксируется легким, таким, на уровне ощущений. Когда поворачиваешь потенциометр, немножко застревает в среднем положении. Чуть-чуть. Очень приятно и сразу понятно, где оно. Значит, посмотрим, как реагирует эквалайзер на высоких частотах. Сейчас среднее положение. Выкрутим на максимум. Сразу становится поярче звук. Выкрутим на минимум. Дальше то же самое со средними частотами. На максимум. На минимум. И низкие частоты. На максимум. На минимум. Теперь убираем низкие, выкручиваем на максимум высокие и средние. Теперь наоборот. Убираем высокие и средние. Добавляем низкие. Давайте послушаем гитару на разных других настройках на компьютере. Значит, добавили хоруса. Дальше то же самое. Будем заниматься немножко нелегальными вещами Грай-медиатором Ну и воспользуемся тем, что у нас тут все-таки 24 лада И еще немножко подкрутим эффекты Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... И теперь добавим немножко драйва Продолжение следует... 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 Третье положение центральное. Четвертое положение. Четвертое положение. И бридж. Четвертое положение. 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 Поэтому я считаю, что звук хороший Для моих целей, то есть иногда записать гитару с басом, это более чем подходит По качеству сборки и вообще по ощущениям от игры Когда бас пришел, его лады были в идеальном просто состоянии Немножко повисел на стене, адаптировался к нашей влажности И лады чуть-чуть начали ощущаться Чуть-чуть Но на мой взгляд это не критично, я пока что их даже и править не хочу Далее Вот эта ручка пятипозиционника черника, она отваливается Это исправляется с помощью капли клея Поэтому это как бы вообще недочетом особо не назовешь Далее ручки потенциометров Они ощущаются очень приятно Но есть и минус Если близко на них посмотреть, видно, что они все стоят не перпендикулярно пикгарду Немножко гуляют, немножко разная высота То есть это выдает их дешевизну Но они не шуршат Они исправно работают, ничего не цепляют И я ими доволен Больше минусов я как-то и не нашел Если честно Еще один момент Поскольку тут у нас активный преамп То эта гитара в режиме синглов больше склонна к наводкам Я на нее ловил радио Если супергейны накрутить Да еще эксайтер повесить, который все это прям подчеркнет То можно поймать радио Ну, это можно отнести даже к плюсам Можно слушать радио, не переставая играть на гитаре Ну, если серьезно, то на адском гене Радио у нас в квартире ловит практически все Поэтому это не сильно удивительно Просто за счет активного преампа Она ловит чуть-чуть лучше, чем, допустим, вот Ягуар Ну, Ягуар, если включить отсечку Тоже вполне себе может поймать радио На большом гене Собственно, вот так Характеристики гитары я перечислять не буду Потому что они все есть на сайте И любой человек может зайти и на сайте посмотреть Характеристики, фотографии Вся вот эта ерунда, все есть на сайте Также на сайте имеется Вот эта самая хитрая схема переключения звукоснимателей Здесь отлично показано Какие катушки при каком положении пятипозиционника работают Собственно, все Спасибо за просмотр Пока